Если нам, криптонам, отсюда вот сверху все вот так вот хорошо вот видно, почему блокчейн до сих пор еще не имплементирован во все сферы нашей жизни? Нередко можно услышать такое изречение, вон блокчейну биткоина уже 12 лет, так где же ваша технология блокчейн? Почему до сих пор не имплементирована в реальную жизнь? Ну начнем с того, что блокчейн биткоина не создавался для имплементации в реальную жизнь. Блокчейн биткоина создавался как альтернативная децентрализованная экономическая система, которая бы пришла на замену старой централизованной экономической системе. И если учесть то, что изначально задумывалось, что биткоин сменит централизованные экономические системы к 2040 году, то мы отлично идем по плану. Сам же блокчейн открыл перед нами не только возможности создания альтернативных экономических и децентрализованных институтов, но также показал нам возможность применения в огромном количестве других сфер, в том числе в социальной сфере и в культурно-психологической. С момента появления блокчейна второго поколения, такого как Этериум, прошло уже 8 лет. И вот мы готовимся к появлению Этериум 2.0. То есть сама идея создания смарт-контрактов и создания распределенных вычислительных машин, которые бы заменили третью сторону, продолжает эволюционировать и адаптироваться под те условия, которые у нас сейчас есть. А блокчейнам третьего поколения, которые взялись за решение вопроса интероперабельности, то есть того, как передавать данные из одного суверенного блокчейна в другой суверенный блокчейн, идет всего-навсего-то третий год. То есть мы еще просто не приступили к имплементации блокчейна в реальную жизнь. А что же нам мешает взять и имплементировать блокчейн в реальную жизнь уже сейчас? Начнем с того, что блокчейн подразумевает невозвратность транзакций, что если какая-то транзакция произошла и записалась, то это записано в блокчейне и это необратимо. А что, если я хочу взять и продавать одежду за крипту? И вот кто-то приобрел футболку, а приобрел футболку не того размера или не того цвета. И ему надо вернуть эту футболку обратно. Как ему взять и обратить транзакцию вспять? В этом случае возврат средств за товар ложится на плечи продавца. То есть продавец должен взять и самостоятельно вернуть человеку средства, при условии, что покупатель вернул обратно неподходящий товар. В том случае, если и продавец, и покупатель являются честными игроками, то вопрос закрыт. Все и так получится. А вот что делать, если либо продавец, либо покупатель, либо оба, и продавец, и покупатель, являются нечестными игроками и собираются хитрить? В случае, когда у нас есть нечестные игроки, нам приходится прибегать к каким-то ухищрениям. То есть, либо нам надо использовать третью сторону, которая будет являться модератором, но это не в стиле децентрализации. Либо нам надо создать токенизацию репутации, применить какие-то децентрализованные методы решения этого вопроса. Отличным решением для этого являются NFT, которые вы не в состоянии отправить со своего адреса на какой-либо другой адрес. То есть, вы не можете их ни продать, ни обменять. И такие NFT могут прекрасно описывать вашу репутацию, как положительную, так и отрицательную. То есть, мы можем создать смарт-контракт, который будет автоматически вам присылать плохую NFT на ваш адрес, отмечая, что ваш адрес сделал что-то плохое, и при этом сжигать эту NFT в случае, если вы исправились и компенсировали что-то плохое. То есть, если у нас покупатель приобрел у продавца футболку, футболка покупателю не подошла, покупатель вернул футболку продавцу, а продавец вернул средства покупателю, в этом случае оба, и продавец, и покупатель будут отмечены хорошими NFT, которые они никуда не смогут переслать. И в этих NFT будет указано то, что они действительно совершали сделку, что товар не подошел покупателю, покупатель его вернул, а продавец вернул средства покупателю. В этом случае оба, и продавец, и покупатель, отмечены как хорошие и честные игроки. Если же товар не подошел покупателю, покупатель вернул товар продавцу, а продавец не вернул средства обратно покупателю, тогда на адресе продавца появится плохая NFT, которая будет говорить о том, что он не вернул средства покупателю, даже при тех условиях, что товар был возвращен. Блокчейн нам дает огромные возможности для того, чтобы оставлять свое мнение о произошедшей сделке. И можно оставлять как хорошее мнение, так и плохое мнение, и быть уверенным в том, что это не какое-то поддельное мнение, а мнение, действительно созданное настоящим продавцом или покупателем. В экосистеме космос даже есть такой проект Loom Network, который как раз и нацелен на то, чтобы инсентивизировать покупателей, оставлять свои отзывы о продавцах. Вот как раз такие блокчейны, как Loom Network, это и есть первые шажки имплементации блокчейна в реальную жизнь. Конечно, кроме Loom Network, первые шажки по имплементации блокчейна в реальную жизнь делает огромное количество других проектов, как, например, MediBlock собирается имплементировать блокчейн в медицинскую сферу, а проект BitCana имплементирует блокчейн в жизнь любителей покурить. Но почему же мы видим огромное количество блокчейнов, которые решают фундаментальные экономические вопросы, и такое небольшое количество блокчейнов, которые собираются имплементировать блокчейн в реальную жизнь? Так как у нас еще не решены наши экономические потребности, так как мы до сих пор встречаемся с огромным расслоением по капиталу, так как у нас до сих пор люди вынуждены либо работать рабским трудом за мизерную зарплату, либо как-то существовать в бесконечном поиске работы, мы не можем полностью перенаправить свое внимание на решение менее существенных проблем. Для полной интеграции блокчейна в нашу повседневную жизнь сначала мы должны решить фундаментальные проблемы, которые носят экономический и социальный характер. Нам надо решить вопросы, которые будут связаны с тем, как мы производим ценность, как мы распределяем эту ценность и как мы управляем этой ценностью. Только после того, как эти фундаментальные вопросы будут решены, мы сможем со спокойной душой и чистой совестью переходить к решениям менее важных проблем, которые и являются нашей повседневной жизнью. Так как если вы вынуждены работать по 8-12 часов за мизерную зарплату, вам все равно, имплементирован ли блокчейн в школах или не имплементирован, ставят ли оценки в дневник учитель собственной рукой или эти оценки вносятся в блокчейн. Потому что на фоне проблем, связанных с нашим экономическим достатком, проблемы имплементации блокчейна в школах или в больницах становятся не совсем важными. И вот еще один момент, который отсюда же вытекает. Так как блокчейн занимается в основном решением экономических вопросов, те, кто занимаются блокчейном, уже решили свой экономический вопрос. И поэтому интеграция блокчейна в общепринятую жизнь для них становится менее существенной, так как их экономический вопрос уже закрыт. Несмотря на то, что масс-адопшен еще не произошел, те люди, которые прекрасно понимают, как пользоваться криптой, начинают легко переводить эту крипту в фиаты обратно, начинают расплачиваться друг с другом криптой, и им, в принципе, уже все равно, имплементирован ли там блокчейн в обычные сферы жизни или не имплементирован. Но количество людей, которые вливаются в крипту, становится все больше и больше. И в один из моментов мы приобретем ту критическую массу, которой будет достаточно для того, чтобы блокчейн начал интегрироваться в повседневную жизнь. И в заключении хочется сказать, что то, что блокчейн до сих пор еще не имплементирован в реальную жизнь, это не минус, это плюс, так как у вас есть все возможности для того, чтобы имплементировать блокчейн в реальную жизнь. Как многие из нас пропустили имплементацию интернета в реальную жизнь, так многие сейчас пропускают имплементацию блокчейна в реальную жизнь. В этот раз не упустите свой шанс. Придумайте решение, которое будет решением именно вашей проблемы. Потому что ваша проблема, судя по всему, не только ваша проблема. Скорее всего, это проблема огромного количества людей. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал Фарклок, чтобы быть в курсе процесса имплементации блокчейна в нашу реальную жизнь. А я пойду и протестирую уже существующие решения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok